Итак, продолжим. Значит, у нас презентация вот здесь. Итак, мы с вами рассмотрели как довольно сложными механизмами с помощью двух больших блоков отдельно клеточное, отдельно плазменное звено и с помощью специальных эффектов, которые формируют двойственное поведение этой системы. С одной стороны, образование тромба оказывается процессом, в котором активно увеличены положительные обратные связи и образование активных средств, то есть система явно совершенно является активной. В каждой точке пространства происходят все процессы, которые нужны для того, чтобы кровь перевести в твердое состояние. И при этом эта система оказывается совершенно активной средой совершенно нового типа, в которой возбуждение лимитировано в пространстве, но не распространяется до бесконечности. И правила, по которым это ограничение пространственное происходит, они заложены в кинетику этих процессов. Но если мы с этим довольно хорошо разобрались на примере плазменного звена, то рассмотрение тромбоцитарного звена, которое определяет собственно зону, в которой плазменное звено может работать, и оно пока что, насколько мы могли разобраться, не предполагало остановку. Процессы, которые мы с вами видели, например, в последней модели, то, что я рассматривал в предыдущей лекции, они говорили о том, что, да, действительно, быстро растущая и занимающая большую часть просвета сосуда, шуба или оболочка обратимо связавшихся тромбоцитов, она допускает туда рост плазменного, распространения плазменных, активных плазменных факторов и образования фибриновой, уже нерастворимой, очень плотной структуры. Но ограничение, собственно, плазменной структуры может произойти само по механизмам, которые мы рассматривали, но рост тромбоцитарной системы должен быть тоже как-то остановлен. Должна перестать образовываться оболочка, после того, как она свою функцию один раз выполнила, больше повторов не нужно. И вот механизмы остановки роста тромба – это и есть предмет, который мы сейчас постараемся разобрать, что об этом известно и как это можно исследовать. Но каковы гипотезы на эту тему? Их немного. Первое – это гидродинамическое. Это то, что по мере сужения просвета сосуда скорость течения возрастает, и силы, действующие на образовавшийся обратимо связанный агрегат тромбоцитов, они постепенно растут. Чем он больше, тем больше силы, и чем больше скорость течения, тем больше эти силы со стороны гидродинамики. И в модели, которую мы рассматривали по формированию шубы вокруг растущего тромба, как раз мы видели примеры гидродинамического разрушения этой временной шубы. она срывалась почти целиком и улетала вместе с потоком. Это один из возможных механизмов. Действительно ли только он все определяет или есть еще какие-то? Непонятно. Вторая гипотеза состоит в том, что внутри тромба существует некоторая неоднородность. Ну, во-первых, мы уже видели, что такая неоднородность есть. С одной стороны, плотные, необратимо связавшиеся друг с другом тромбоциты ядра. С другой стороны, обратимо связанные гораздо слабее друг с другом. Это эритроциты, то есть тромбоциты, образующие шубу, оболочку вокруг ядра. И там внутри может формироваться какая-то граница, которая связана с изменениями свойств тромбоцитов, в той или иной степени сильной или слабо активированной. Ну, и, наконец, это могут быть какие-то биохимические процессы, которые происходят внутри тромбоцитов и тоже как-то меняют состояние самих тромбоцитов, что приводит, опять-таки, к тому же самому процессу, к уменьшению силы связывания между клетками, а может быть, просто даже к уменьшению вероятности прилипания новых клеток к какой-то новой поверхности тромбоцитов. По поводу срыва оболочки. Достижение критических сил на границе шуба ядра, на ядро образующегося тромба, оно связано в основном с изучением механических взаимодействий между тромбоцитами в разной степени активированными, и поэтому требуются исследования, которые еще пока не проведены, которые показали бы, какова сила механического взаимодействия отдельных клеток, находящихся в разном состоянии активации. А второй механизм, о котором мы сейчас поговорим, это образование границы, на которой находятся тромбоциты, практически не связывающиеся или плохо связывающиеся с другими тромбоцитами. Что это за такие тромбоциты, мы сейчас отдельно разберем. А почему прекращается потом, после остановки, дальнейший рост, это может быть потому, что количество АДФ, которое в этой зоне остается, сильно уменьшено из-за выброса гранул. Ведь когда выбрасывается содержимое гранул, в первый момент концентрация всех факторов, которые выброшены из этих визиков, она резко повышается, но ненадолго, потому что гранул не так уж много. Они в несколько приемов выбрасываются все, и больше нет источника, из которого бы мог поступать АДФ для дальнейшей активации клеток. Другая причина, по которой может быть дальнейший рост остановлен, это фибрин. Если у нас в какой-то зоне внутри растущего тромба, внутри оболочки доросла шуба, доросла структура, в которой произошла полимеризация фибрина. Образовался фибрин, произошла полимеризация, и эта область уже содержит в себе только клетки, которые склеены к фибрину. этот полимер фибрина, он очень сильно связывает все на свете, и уже та область, в которой образовался фибрин, она не может быть разобрана обратно. Но на самой границе фибрина может быть уменьшается вероятность связывания новых клеток, потому что рецепторы клеток, которые оказались под фибрином закрыты, интегрины этих клеток закрыты, и связывание затруднено. Ну и наконец, это то, что я уже сказал, формирование слоя прокогулятных тромбоцитов, который уменьшает блокирует взаимодействие с другими клетками. Ну, кроме всего прочего, помимо того, что концентрация АДФ перестает увеличиваться вспышками, поскольку АДФ кончился в гранулах, и поток тромбина с поверхности поврежденной тоже может остановиться. Мы знаем, что фибриновая волна умеет останавливаться и дальше не идет. Ну, посмотрим, что про это известно. В первую очередь надо рассмотреть про активацию тромбоцитов. Мы уже много раз говорили о том, что она может быть разной. При одной активации тромбоциты у нас связываются необратимо и образуют ядро. При другой активации они связываются обратимо, и это связи временные, они могут быть разрушены и наконец есть еще третья форма, третья степень активации тромбоцитов, в которой тромбоциты становятся совсем другими. Итак, значит, неактивный тромбоцит, чисто даже внешне, неактивный тромбоцит представляет из себя диск, такой эллипсоид, который довольно плохо связывается с себе подобными, но после активации, скажем, АДФ или тромбин, этот объект резко меняет свою форму, выбрасываются филоподии, выбрасываются ламелоподии, клетка резко распластывается, образует множество отростков, и на поверхности активируются интегрины, которые хорошо и сильно взаимодействуют друг с другом. Это состояние тромбоцитов называется проагрегантными тромбоцитами. Эти тромбоциты хорошо агрегируют, связываются между собой. Поначалу обратим, но при сильной активации эти клетки, не все, не всегда, но значительная часть этих клеток может пройти дальше по активации и превратиться в клетки. Крайне мере, при активации клеток в суспензиях наблюдаются клетки, которые становятся совсем другими. Они перестают выбрасывать из себя филоподии, ламелоподии. Они назад меняют свою форму. Они ошариваются. Вместо такого ежика, который торчит филоподиями во все стороны, образуется сфера. Такой шарик маленький, гладкий, на поверхности которого практически нет никаких белков. все белки, которые есть на поверхности, в первую очередь интегрины и все прочее, собираются в так называемую шапочку, все сползают куда-то в одно место, и поверхность тромбоцита становится в некотором смысле голой. На этой поверхности появляются новые факторы, которые сильно меняют свойства самих тромбоцитов. Вот здесь показано образование этих субпопуляций про агрегантных и про коагулянтных тромбоцитов. Мы видим, что прогрегантные тромбоциты, если их прокрасить, на левой картинке мы видим все в целом. Образовался небольшой агрегат маленький тромбик. Внутри этого агрегата мы видим, что клетки сильно слиплись друг с другом. И если покрасить эти клетки по маркеру CD61, который показывает проагрегантные тромбоциты, который показывает наличие активных интегринов, то мы видим, что это сплошная масса довольно волосатая, которой очень много протруженц, всяких филоподий, которые торчат в разные стороны. Они плотно между собой склеены. А помимо этого есть какие-то большие пузыри, круглые совершенно сферические объекты. на левой картинке здесь видно их даже отдельно стоящие вот снизу, снизу, справа, сверху такие вот клетки видны. И они очень хорошо прокрашиваются белком, который называется анексин, который связывается с определенными фосфолипидами мембраны. Он связывается с фосфатидил серином. фосфатидил серин это фосфолипид, который в нормальных условиях, в нормальной активной клетке в основном обращен внутрь клетки. И на внешней поверхности клетки фосфатидил серина практически нет. Это состояние поддерживается активно транспортом фосфатидил серина снаружи, внутрь, который требует АТФ, который активно происходит в покоящихся тромбоцитах и проагрегантных тромбоцитах. Но в какой-то момент эти проагрегантные тромбоциты проходят в своем развитии дальше и превращаются сферы. На их поверхности появляется фосфатидил серин, который до этого был только внутри. Вот эта прокраска на анексин как раз показывает, что появился этот самый фосфатидил серин, и эти клетки становятся проагулянты. Почему? Когда мы с вами рассматривали процессы образования фибринового сгустка, то я говорил, что для образования комплексов между факторами и экофакторами системы свертывания плазменного звена системы свертывания требуется специальная подложка, специальные фосфолипиды. Эти фосфолипиды это как раз фосфатидил серин. И когда тромбоциты переходят в состояние, в котором на их поверхности появляется фосфатидил серин, эти клетки становятся интенсивной зоной образования фибрина. Все, где эти клетки образовались, все довольно быстро зарастет полимером фибрина, который все напрочь склеит. Помимо этого, состояние, в котором образуется фосфатидил серин, оно порождает из этих вот прокоагулянтных тромбоцитов образование визику. От поверхности этих клеток отшнуровываются маленькие визику. И вот здесь их можно видеть такую визику. Она почти уже полностью отшнуровалась. она отсоединится и уйдет. И эти клетки постепенно как бы распадаются на отдельные кусочки. По-видимому, это просто терминальное состояние этих клеток. Дальнейшее исследование этих клеток показало, что когда клетки переходят в состояние, в котором образуется на их поверхности фосфатидилсирин, они оказываются заблокированы с точки зрения вот этих самых интегринов. И если проагрегантные тромбоциты умеют образовывать между собой мостики, состоящие из фибриногена, активно связываться и агрегировать, то клетки, которые перешли в проагулянтное состояние, на них уже это невозможно. Идет образование визикул, вся поверхность закрыта фосфатидилсирином, белки собрались в некоторую такую компактную шапочку и достаточно неактивны. Все эти интегрины здесь находятся. И поэтому поверхность этой клетки оказывается покрыта фибриногеном, и эти клетки друг с другом взаимодействовать не могут. Интегрины закрыты. Фибриноген на поверхности есть, но интегрины закрыты. И поэтому эти прокоагулянтные эритроциты и тромбоциты могут связываться с проагрегантными тромбоцитами, но дальше этот агрегат не будет расти. Эти прокоагулянтные тромбоциты закроют всю доступную им поверхность снаружи, и вся поверхность этого агрегата, этого тромба будет закрыта клетками, на которых сильно измененная мембрана, где может очень активно образовываться фибрин, но куда они могут цепляться тромбоциты. тромбоцитами. Вот. И поэтому проагрегантные тромбоциты, которые ответственны за образование тромба, и которые вызывают еще новое явление, о котором мы еще не говорили, контракцию тромба, мы о них сейчас еще чуть позже поговорим, они ответственны за образование собственно агрегата, что шубы, ядра, все это в основном делают именно проагрегантные тромбоциты. Но появление проагрегантных тромбоцитов приводит к тому, что на них образуется такая изолирующая оболочка слой фосфатидилсирина, который способствует образованию и формированию фибрина, но не способствует связыванию новых тромбоцитов. Если посмотреть на то, как происходит этот процесс во времени, вот в этом фильме сняты зеленые вспышки, это кальций, мы видим, что концентрация кальция время от времени вспыхивает и идут колебания кальция, но некоторые клетки постепенно прокрашиваются. Красным здесь показан фосфатидилсирин, и все больше и больше клеток появляются, которые покрыты фосфатидилсирином. Обратите внимание на то, что кальциевая сигнализация в этих клетках тоже практически прекращается, и многие зеленые клетки перед тем, как стать красными, становятся интенсивно зелеными, то есть в них концентрация кальция возрастает и уже не падает вниз, то есть вместо импульсной кальциевой сигнализации у нас образуются клетки, заполненные кальцием, покрытые фосфатидилсирином, это по сути дела клетки, которые надо рассматривать как мертвые клетки. И для того, чтобы действительно убедиться в том, что эти клетки уже совсем погибли, покрасили эти клетки красочкой, которая называется ДМРМ. Это краска, которая проходит внутрь клеток и сильно связывается с мембранами, с теми мембранами, которые находятся под большой разностью потенциалов, эта краска начинает светиться. И мембраны сильно заряженные в ответ на эту краску светятся, а когда заряд мембраны падает, то они перестают светиться. По сути дела, в живой клетке эта краска показывает состояние митохондрии. До тех пор, пока митохондрии живы и активны, они на себе имеют высокую разность потенциала и должны сильно светиться в этом канале, который показывает разность потенциала. красная краска это краска, которая показывает аннексин, которая показывает, что на поверхности появился фаслотидил серий. Давайте посмотрим этот фильм. Вот клетка, внутри нее мы видим зеленом покрашенной митохондрии. Мы видим, что они ярко светятся, они активны. И нигде не видим никакого аннексин. Эта клетка остается нативной и в какой-то момент эти самые митохондрии погибли. Свечение зеленое исчезло и на поверхности клеток начинает появляться красное свечение. То есть фаслотидил серий выворачивается наружу. А соседняя клетка, рядом лежащая, мы видим, она осталась активной. В ней митохондрии продолжают активно функционировать и никакого фаслотидил серий нет. Ну и это про фаслотидил серий все понятно. Для того, чтобы мембрана не содержала на себе фаслотидил серий нужен атех. Нужно довольно много энергии, чтобы молекулы фаслотидил серий на которые случайно выворачиваются наружу возвращать назад и держать систему в сильно неравновесном состоянии, когда весь фаслотидил серий ориентирован внутрь клетки и соответственно аноксином не красится. Но если митохондрии померли, концентрация АТФ наверняка предана паула. То и постепенно естественно фаслотидил серий начнет оказываться на поверхности, поскольку его естественное состояние это равномерное распределение между внутри и вне клеточной поверхности вембархин. Таким образом, раз митохондрии выключились АТФ упал очень сильно. Это клетки, которые умерли. И эти мертвые клетки оказывается природа тоже продолжает использовать. Может быть процесс активации тромбоцитов специально во многих случаях доводится до такого терминального состояния, когда клетки гибнут. Для того, чтобы на поверхности образовался фасфатидил серий и эти клетки начинают разрушаться из них отпочковываются визикулки, отдельные пузырьки, в которых уже естественно никакого метаболизма нет и которые на своей поверхности несут фасфатидил серий и тоже нужны для того, чтобы активировать уже финальное образование фибрина по всему объему тромб. Таким образом вопрос о том, зачем нужны проколулянтные тромбоциты, он не праздник. Они образуются в клетке, во многих клетках умирают, митохондрии, уровень АТФ падает, на поверхности появляется фасфатидил серий, и для чего это все нужно, с точки зрения остановки роста, это может быть очень удобное свойство, потому что, как мы видели, проколулянтные тромбоциты плохо связываются с другими тромбоцитами, с какими угодно, прогрегатными, свободными, у них закрыты, у них все интегрины, которые были на поверхности, собраны в одну кучку и инактивированы. Они не способны связывать новые клетки, и это может быть главным механизм остановки роста тромб. как мы видим, что это не только механика здесь работает, но и биохимия. Мы видим, что тромбоцит сильно качественно меняется с точки зрения как его внутреннего содержима, так и его поверхности. Это, по сути дела, мертвая клетка, которая совершенно изменена, она обладает совершенно другими свойствами, чем нормальные активированные тромбоциты. И это, видимо, важно для формирования тромба, в первую очередь для остановки процессов, которые в тромбе могут происходить. Для того, чтобы посмотреть на то, как это происходит реально в экспериментах, были сделаны эксперименты в проточных камерах, где поверхность одной из стенок этой камеры покрыта коллагеном, где могут связываться тромбоциты и активироваться, и происходит прокраска клеток, которые там образуются, на аннексин и прокраска антителами, которые показывают состояние тромбоцитов. И вот здесь вот мы видим серое это изображение, так, сейчас остановим, извините, серое это изображение всего растущего тромба, мы видим, как это происходит. А зелененькие это клетки, которые несут на поверхности фосфатидилсирин, они окрашены. И что мы наблюдаем? Вот давайте посмотрим более внимательно еще раз на этот процесс. Значит, вот стали образовываться клетки, вот одна образовалась клетка, которая покрылась фосфатидилсирином, вы видите, от нее отпочковываются, сейчас будет повтор, вот отпочковываются маленькие пузырьки, это как раз визикулы, а сама клетка почему-то уползает куда-то, вот эта центральная часть плотно сбитых тромбоцитов между собой, это ядро, которое здесь образовалось, оно практически не содержит в себе этих про коагулянтных тромбоцитов, оно их выпихивает наружу, вы видите, все это выходит куда-то на периферию, и это как раз формирует может быть ту самую зону, в которой прилипание новых клеток прекращается, там уже не могут новые тромбоциты прилепиться к этим клеткам, и поверхность, но рост тромба практически останавливается, и поверхность его покрывается этими клетками. Эти вот здесь покрашены в два цвета, продолжаем зеленым красить на анексин, а розовые это антитела против CD42, это антитела, которые показывают наличие активных интегрив, и мы здесь сейчас увидим, как вот эти зеленые клетки куда-то выползают, а розовые прицепляются к поверхности тромбоцита и постепенно теряют свою розовость, превращаясь в зеленые. Они гибнут из-за такой сверхмощной активации и они превращаются из проагрегантных в прокоагулянтные и эти прокоагулянтные вываливаются наружу. Вот если посмотреть на эту картинку уже в достаточно финальной стадии, образовалось довольно много мелких таких агрегатиков, тромбиков и у этих тромбиков на поверхности довольно значительную часть их поверхности занимают прокоагулянтные тромбоциты, тромбоциты, которые препятствуют дальнейшему присоединению новых клеток. Вот здесь хорошо видно, что эти зеленые клетки, вот эти трехмерные реконструкции, видно, что прокоагулянтные тромбоциты все находятся на периферии. Они выдавлены либо вниз, к поверхности стекла, где находится собственно коллаген, либо вбок. Мы не видим на верхней поверхности этих клеток, потому что там поток их уносит, они скользкие, они плохо цепляются, их непрерывно уносят, но вместе с ними уносят эти клетки, которые могли там прицепиться, и поэтому дальнейший рост этого тромба не происходит. тромбоциты оказываются на поверхности тромба. По всей видимости, этот процесс связан с тем, что наблюдается в процессе образования тромба, это процесс контракции. давайте посмотрим, что это такое, и посмотрим, какую роль он может играть в росте тромба. Если взять плазму тромбе, поместить ее в некоторую ячеечку, добавить туда тромбин, то все быстро свернется. Весь объем плазмы, который там находился, вот эта левая картинка в среднем ряду фотографий сделана в такой плоской кювете. Сначала здесь находилась везде плазма крови, туда добавили тромбин, и все превратилось в сгусток. Весь объем занят этим самым сгустком, он сильно рассеивает свет, и поэтому мы его хорошо видим. Но со временем этот сгусток начинает уменьшаться в размер. Вокруг него появляется пространство, не пустое, естественно, оно заполнено жидкостью, но эта жидкость не содержит в себе фибрина, не содержит в себе тромбоцитов. Все, что образовалось в виде тромбы во всем этом объеме, начинает уменьшаться в своем объеме, сжимаясь. Происходит процесс, который называется контракция. Вот это взрате образовавшегося сгустка, оно довольно значительное, оно может практически вдвое уменьшить размер сгустка. Здесь показана кинетика этого процесса, вот идет уменьшение объема, здесь шкала не от нуля, и поэтому здесь видно, что объем сгустка уменьшился со 100%, примерно 40-45, больше, чем вдвое все сжалось. Производная, которая показана пунктиром, она сделана просто, чтобы лучше видеть разные фазы этого процесса. И в первой фазе, когда начинается контракция, она происходит не сразу, она занимает какое-то время, но потом контракция идет примерно с одной и той же скоростью, все сжимается очень сильно, и дальше все, этот густок весь прорастает насквозь фибрином, и это происходит полная стабилизация агрегата, который здесь был. Поскольку в этих экспериментах по измерению контракции нет никаких потоков, ничто не уносится отсюда, все тромбоциты, которые были, связываются между собой, все активируются и контрактируют, образуя очень плотный сгусток. По сути дела аналог ядра, который образуется в организме. Если посмотреть на контрактированный сгусток, то он представляет из себя вот такую штуку. Вот на левой картинке показаны тромбоциты, которые только начинают активироваться, и особенность этой активации – это образование многочисленных вот этих филоподий. Распластывание, образование многочисленных филоподий, которые между собой все соединяются, и все стягиваются между собой. Но филоподии содержат в себе актин, а в клетках в этих есть довольно много миозина, и этот миозин вызывает контракцию. То есть, если посмотреть на процессы, которые приводят контракции, то это выглядит следующим образом, что тромбин, то есть, когда уже происходит сильная активация, вызывает активацию роки-наза, и эта роки-наза делает несколько вещей сразу. Во-первых, она стабилизирует взаимодействие интегринов. Во-вторых, она вызывает, очень сильно усиливает полимеризацию актина. А актин, он образует такую сплошную сеть везде, и особенно много его в этих филоподиях, в этих торчащих длинных ножках. И по этому актину начинает двигаться миозин, который вызывает сокращение. Он стягивает волокна актина друг с другом, а снаружи эти клетки друг с другом связаны через интегрин и связаны с фибриновой сетью. И эта штука начинает тянуть на себя сеть. Вот здесь образуются такие узлы фибрина, которые нити фибрина сильно натянуты, здесь находятся тромбоциты, которые начали сжиматься, которые стягивают внутрь себя эти самые филоподии, и вместе с этим тянут вместе с собой эту сеть фибрина, и вся эта сетка вся начинает дружно сжиматься. Происходит образование сплошного агрегата, в котором уже невозможно вычленить отдельные клетки, которые просто напросто уже необратимы и напрочь образуют тромб. Для того, чтобы посмотреть, а как в этом процессе будут вести себя клетки, которые прокоагулянтны, которые на своей поверхности не имеют интегринов, мы построили простенькую модельку, которая в той же статье, где исследуется движение прокоагулянтных клеток в тромбе, и просто рассмотрели, как будет вести себя агрегат шариков, среди которых, но большинство из которых способны, сильно могут связываться друг с другом и сжиматься, и среди этих шариков есть какое-то количество таких же шариков, вот здесь светлые, светлым они показаны, или вот на второй картинке они выделены зеленым. Это прокоагулянтные тромбоциты, тромбоциты, которые слабо связываются с остальными. И если идет процесс сжатия этого шарика, этой массы шариков, которые стягиваются друг с другом, сжимаются, деформируются, образуют плотность густок, которой почти в два раза меньше исходного, то вот эти нелипучие клетки все оказываются снаружи. Очень похоже на то, как мы все это наблюдаем именно в эксперименте. И вот этот процесс выталкивания тромбоцитов с помощью контракции, по-видимому, играет очень важную роль в остановке просто тромба. Та часть тромба, которую уже сконтрактировал и выдавила из себя прокоагулянтные тромбоциты, она становится ядром. И границей между ядром и оставшейся частью клеток становится вот эта зона прокоагулянтных тромбоцитов. И они, эти прокоагулянтные тромбоциты, препятствуют уже дальнейшему связыванию новых тромбоцитов, а главное, что они ослабляют связи уже существующих. То есть связь между шубой и ядром в этом месте оказывается четко разделенной границей слабо связывающей тромбоциты друг с другом. ну и соответственно это приводит к тому, что у нас шуба отделяется, отрывается потоком, уносится и больше в этом агрегате ничего нового происходить не может, потому что на поверхности лежат мертвые тромбоциты, от них продолжают отшнуровываться визикулы, там уже нет никаких гранул, все выброшено, никакой новый АДФ не образуется и тромбин, по-видимому, перестал образовываться, по крайней мере тот, который может быть и выходит на поверхность, он смывается и уносится потоком и соответственно рост тромба останавливается. Итак, значит, по всей видимости, что в норме процесс контракции играет важную роль в финальной части образования тромба, разделение тромба на две четко отличающиеся друг от друга зоны. Одна зона активированных тромбоцитов, намертво склеенных между собой фибринов, ядро тромба, которое останется на длительное время, а другое это оболочка, которая разберется, уйдет и новая оболочка уже не образуется, новые тромбоциты к этому агрегату прилипать не будут. Значит, каким способом будут отрываться эти тромбоциты, которые образовали эту оболочку. Ну, потоком в первую очередь, конечно. И эти критические силы на границе шуба ядра, они оказываются уменьшенными из-за образования слоя прокоагулянтных тромбоцитов, созданного контракцией, и, соответственно, поток, даже и не сильно возросший из-за пережатия, но из-за уменьшения поперечного сечения канала, он все равно оторвет эту скользкую шубу и унесет ее, разберет ее на части. А новая шуба образовываться уже не будет. Ну, вот на этой схеме показана полная картина. Подведем итоги. Полная картина того, что происходит при повреждении стенки сосудов. Оказывается, происходит множество разных явлений. Во-первых, удаление слоя эндотелия приводит к контакту ниже лежащих слоев клеток и тканей с кровью. И в этом контакте критическую роль играет контакт тромбоцитов с волокнами коллагена. И это приводит к тому, что с помощью факторов ангелебранта тромбоциты здесь тормозятся, образует первичный агрегат, схватывается какое-то количество тромбоцитов. Этот первичный агрегат блокирует потоки жидкости в этом месте. И второй фактор, который обнажается при разрушении эндотелия, это появление тканевого фактора, активатора плазменного звена свертывания, он приводит к тому, что здесь начинает образовываться фибрин и все начинает склеиваться. А процесс нарастания прилипания тромбоцитов к этим начальным первичным прилипшим тромбоцитам он продолжается, причем идет ускоренно благодаря кооперативному выбросу содержимого плотных грант. Этот процесс вызывает бурный рост, экспоненциальный рост оболочки и большая часть объема вокруг растущего тромба закрывается этой оболочкой и внутри нее довольно хорошо может распространяться тромбин, поскольку потоков там уже практически нет. И вообще говоря, этот тромб мог расти до бесконечности, если бы не включились процессы, которые прекращают его рост. И в этом процессе, как мы видим, главными оказываются две вещи. Первая это умирание части тромбоцитов из-за гиперактивации, образование скользких тромбоцитов, ракогулянтных тромбоцитов и удаление шубы, то есть слабо связавшихся клеток, из-за того, что связи между этими двумя зонами становятся сильно ослаблены. И процесс роста тромбы прекращается. Отдельный вопрос, прекращается ли процесс распространения тромбина из-за того, что на границе, где образовались прокогулянтные тромбоциты, идет интенсивное образование фибрина, но дальнейшее распространение невозможно, потому что поток смывает образующийся тромбин, или тромбин остановился естественным образом в силу своей собственной кинетики, как мы видели это в модельных расчетах поведения тромбиновой волны, которая сама распространялась и останавливалась на определенном расстоянии. Может быть, здесь работают оба механизма и остановка генерации тромбина, распространения тромбина в пространстве и образование достаточного количества прокогулянтных тромбоцитов и контракция, которая к этому времени выдавит их наружу и все вместе это приведет к тому, что рост тромба полностью прекратится, оболочка разберется, улетит и ее совсем не будет и на месте повреждения останется такая останется тромб, такая шляпка, которая плотно закроет место повреждения и через нее не может протекать ни плазма, крови, никакие белки, ни тем более клетки. Все, процесс завершен, кровотечение остановлено, причем это все происходит очень быстро, в течение нескольких минут, и это место надолго закрыто, но логично ли нам, об этом мы уже довольно много поговорили, что не буду я на этом слайде останавливаться, здесь просто подводятся итоги того, что мы обсуждаем в механизме остановки, и теперь я хочу перейти к последнему разделу этого рассмотрения свертывания крови, это клизису, тромб, который образуется в месте повреждения вот таким сложным образом, как мы с вами разобрали, он явление временное, если бы у нас в организме тромбы непрерывно образовывались и никуда не девались, то в достаточно зрелом возрасте у нас наверное практически все сосуды были бы закрыты этими бляшками, и что конечно же для организма совсем плохо, эти бляшки мешают сосудом сокращаться, они не так уж безвредны с точки зрения всех остальных процессов, которые могут происходить, клетки в конце концов, там могут опять начать расти новую трубу, поэтому организм заканчивает этот процесс с тем, что спустя некоторое время, ну обычно это 2-3 дня, тромб начинает лизироваться, он разрушается, фибриновая сеть разрезается, и макрофаги доделывают остальное, они поглощают, съедают кусочки этого тромба, вместе с клетками, которые там оказались, это могут быть эритроциты, это могут быть эритроциты, любые клетки, которые там оказались, они все будут разрушены, съедены макрофагами, а специальная система, для того, чтобы это могло происходить устойчиво и хорошо, специальная система занимается разрушением фибриновой сети, которая механически самый главный компонент, который обеспечивает жесткость тромба, вообще его твердость. И вот этот лизис тромба, это биохимический процесс, состоящий тоже из каскада ферментативных реакций, которые тоже все связаны с образовавшимся тромбом же. То есть все происходит в том же самом месте. И вот здесь показана схема образования фибрина, плазменное звено свертывания крови и то, что дальше происходит с этим фибрином. Вот этот фиолетовый фибрин, который здесь образовался, он оказывается может связываться с белком, который плавает в плазмой крови, который называется плазминоген. Этот плазминоген это тоже сириновая протеаза, очень похожая на все остальные протеазы вот этого каскада свертывания. И эволюционно они друг с другом все сильно связаны. Но вот этот вот связывание фибриногена с фибрином приводит к начальной активации. Комплекс фибриногена с плазминогеном становится мишенью для фермента, который присутствует в крови и который называется плазминоген-активатор. Этот плазминоген-активатор вызывает отщепление некого фрагмента от плазмина все так же как во всех остальных стадиях каскада свертывания. Отщепляется небольшой фрагмент от плазминогена в результате чего плазминоген становится активной протеазой, которая разрушает фибрин. фибрин пептиды при этом он разрушается до мелких пептидов, которые дальше уже организм разбирает на аминокислоты необратимо и этот тромб исчезает. Но спрашивается, а как же так, если этот тромб лизирует, то опять откроется дырка? Нет, не откроется, потому что параллельно с образованием тромба в том месте, где был нарушен эндотелий и стенка сосуда, начнется процесс регенерации ткани. Процесс, который мы с вами не рассматривали и не будем рассматривать, это отдельная совсем область науки регенерация. И вот она как раз запускается одновременно с образованием тромба, она идет ниже тромба в области стенки сосуда, и там образуются новые клетки, новые фибробласты, новые эндотелиальные клетки. Эти клетки генерируют коллаген и восстанавливают полностью структуру поврежденной зоны. Если стенка сосуда была толстая, большой сосуд, там были мышечные клетки, они тоже все восстанавливают свою структуру, и это место тромба становится абсолютно нормальным, неотличимым от всех других мест стенки сосуда, а тромб здесь оказывается лишним, его надо растворить. И вот это и происходит в системе, которая вызывает лизис тромба. И мы видим, что растворение тромба начинается немедленно, сразу после того, как появился фибрин. Это есть субстрат для плазмина, и в то же самое время этот субстрат для плазмина сам является активатором. С появления фибрина начинается активация плазминогена и активаторы плазминогена начинают срабатывать и фибрин начинает разрушаться. Нельзя одновременно и производить фибрин и его разрушать, если скорость тех и других процессов примерно одинаковая. Поэтому, конечно, скорость, с которой идет разрушение фибриногена гораздо меньше, чем скорость, с которой идет его образование. Поэтому лизис тромба не останавливает рост тромба. Тромб растет и останавливается по своим собственным законам. А позже начавшийся сразу лизис постепенно уберет весь тромбин и постепенно все станет опять растворен. Посмотрим на схему активации плазминогена, главного фактора, который производит разрушение тромба. Плазминоген может активироваться двумя факторами. Один из них тканевой фактор. Он в основном присутствует в ткани и из разрушенных тканей выходит в кровь. Но есть он прямо и в крови тоже. В каких-то небольших концентрациях плазминоген присутствует и в крови тоже. Это короткоживущая молекула, которую непрерывно производят клетки, находящиеся под эндотелием. И он связываясь с комплексом плазминоген фибрин приводит к образованию фибрин. Эту же реакцию могут проводить и некоторые другие факторы. Например, 11 и 12 факторы системы свертывания крови. Каликриин, то есть один из элементов еще одной системы, которая связана тесно с системой свертывания. Короче, говоря, разные факторы системы свертывания могут вызывать активацию перехода плазминогена в плазмин. Этот же процесс очень хорошо активирует фермент, который называется урокиназм. Ура от слова юри, то есть от слова моча. дело в том, что этого фермента очень много в моче и вырабатывается он в основном в почках и его главная задача это растворять тромбы, которые попадают в почки. Потому что растворить тромб, который образовался где-то в сосуде и на его стенке сидит, это очень важно и нужно и хорошо, но что делать с остальными тромбами или кусочками тромба пыли отщепляющимися фрагментами, которые оказываются в кровотоке, которые несет с кровотоком по всей системе и оказывается они задерживаются либо в почках, либо в печени и вот для того, чтобы почки, почечные канальцы, которые очень узкие, которые обеспечивают колоссальный взаимодействие крови, плазмы крови с выделительной системой, чтобы там не образовывались тромбы, природа специально генерирует дополнительный фермент, расщепляющий плазминоген и активирует процессы разрушения фибрина. всякий фибрин, который там окажется, неважно по каким причинам, будет разрушен. В отличие от тканевого активатора плазминогена, урокиназа стабильный фермент, и она работает долго. Ее кинетика не является переходящей. И это и правильно, потому что в почках надо, чтобы всякий фибрин, который туда попадет, был разрушен. и в почках, и дальше во всех протоках, по которым уходит выделение из почек, все должно быть максимально очищено от фибрина. процесс активации плазмина, он, естественно, не должен быть вечным, и поэтому плазмин довольно быстро инактивируется в крови. для этого существуют ингибиторы. В первую очередь, это Альфа-2 антиклазмин, очень похожий на ингибитор свертывающей системы на антитрамбин. И второе, это довольно неспецифический ингибитор Альфа-2 макроглобулин, который ингибирует многие активные протеазы в крови, и в том числе протеазы плазменного звена и трамбин, и множество других факторов этой системы, и он же является одним из ингибиторов плазмин. Ну и дальше инактивированный плазмин уходит в печень и разрушается, расщепляется на аминокислоты. фибринолиз дополнительно ингибируется специальным ингибитором, который называется ТАФИ, и этот ингибитор активируется трамбин, то есть трамбин сам вызывает как образование фибрина, так и его разрушение, и он же вызывает остановку этого процесса. То есть это все довольно сложная кинетика, вся игра строится на том, что константы этих трех разных процессов довольно сильные разные. И вот эта игра на константах она довольно тонкая и в организме она хорошо сбалансирована, и поэтому все процессы происходят в правильном образом. Сначала образуется фибрин, потом этот фибрин начинает разрушаться активированным плазминогеном, а потом сам плазминоген, который превратился в плазмин, ингибируется, уходит, и вообще весь этот процесс начинает тормозиться специальным ингибитором, сделанным с помощью фибрин, с помощью трамбин. но если эти процессы окажутся несбалансированы, то могут быть всякие неприятности. Сначала давайте посмотрим, как инвитро в кюветке происходит работа тканевого плазминоактиватора, плазминоген активатора, TPA. Вот если мы возьмем просто кюветку, в которую опускается некоторая вставочка на поверхности которой, вот здесь вот на торце которой находится тканевой фактор, и там нет никакого TPA, ничего нет, это просто полноценная плазма, то мы уже с вами видели, что от этой стеночки активно начинает расти сгуст. Он дорастет до каких-то размеров, его рост будет остановлен по тем механизмам, о которых мы сегодня очень много говорили, но этот тромб как бы остался надолго. Если в системе есть тканевой активатор плазминогена TPA, то картина меняется, она становится вот такой. Сначала все так же образуется фибрин, но потом в том же месте, где фибрин начал образовываться, начнется лизис фибрин. Вы видите, волокна фибрина расщепляются и раствор становится опять прозрачным. И мы видим, что движется волна образования фибрина и след за ней идет волна расщепления этого фибрина. фибриноли следует вслед за фибрин. Если взять очень большую концентрацию самого тканевого активатора плазминогена, то картина выглядит вот так. Очень быстро образовался этот слой, за ним бежит волна активного плазмина и разрушает его в конце концов полностью. Если посмотреть, как это выглядит во время для разных концентраций тканевого активатора плазминогена ТПА, то мы увидим, что значит, если просто посмотреть на кинетику в присутствии ТПА, то у нас сначала в системе образуется фронт волны, который распространяется все дальше и дальше, как это показано в первом ряду А. А в присутствии ТПА у нас вместо фронта формируется пик фибрина. Фибрин не повсюду, фибрин только в виде узкой полоски, которая движется в сторону от зоны повреждения. Впереди еще не свернувшаяся плазма крови, а сзади уже разрушенный фибриноген. и все это вместе оставляет узенькую полоску активного тромба уже довольно далеко от области, в которой это все произошло. То есть мы наблюдаем фибрин или светорассеяние мы наблюдаем в виде такого пика, который образовался после. если взять разные концентрации ТПА, то при маленькой концентрации ТПА расщепление фибрина начинается довольно поздно, спустя, как вы видите, 20 минут и идет со скоростью очень мало отличающаяся от скорости роста тромбин. И процесс закончится довольно успешно по той простой причине, что в организме образование фибрина прекратится, а расщепление фибрина не прекратится. Эта волна будет, волна лизиса будет идти до конца, а серая волна, которая в экспериментальной камере не останавливается, в природе, естественно, в организме она остановится и все постепенно будет разрушено. Ну, при тех концентрациях, которые делаются в эксперименте, разрушение произойдет за час, а в реальной жизни тромб за час не растворяется, по счастью. За это время не успевает сработать регенерация клеток, она требует нескольких дней. Одно деление клеток происходит за 8-12 часов, и поэтому нужно, чтобы сделать несколько делений клетки, нужно несколько суток, и тогда восстановится нормальная структура ткани. И вот к этому времени тромб будет разрушен. Если взять большую концентрацию ТПА, значительно больше, не 6, а в 20 раз больше, 100, то разрушение тромба начнется почти сразу, почти без всякой задержки, и очень быстро, буквально за 10 минут, тромб полностью будет разрушен. Волна лизиса тромба идет быстрее, чем волна образования. Ну, а если взять очень большую концентрацию ТПА, то еще 8 раз больше, то оказывается, что лизис прекращается. Тромб продолжает расти, а лизис, начавшийся сначала довольно бодренько, вообще останавливается. Почему? Потому что образуется вот этот самый ингибитор лизиса, этот самый ТАФИ, который выключает лизис, если он очень сильный, если концентрация активатора где-то оказалась очень большой. Позже тромб будет все равно разрушен, поскольку есть фибрин и есть плазминоген, который присутствует в плазме крови, он свяжется с фибрином, постепенно активируется и все разрушит. Но это произойдет только при концентрации ТПА уже значительно меньше. В организме такие гигантские концентрации ТПА по-моему нигде никогда не достигаются. Это чисто экспериментальная демонстрация того, что есть тормоз, который может остановить и процесс лизиса. А может быть в каких-то патологических ситуациях это остановка лизиса, чтобы не произошло преждевременное разрушение тромба до того, как произойдет регенерация, чтобы оно не оказалось плачевным, не привело к кровотечению. Ну и наконец я хочу показать один пример, когда такая довольно сложная умно устроенная система регуляции этих сложных процессов может быть легко нарушена людьми, которые стараются человеку помочь и которые лечат врачами. Дело в том, что коневой активатор плазминогена это лекарство, которое используют врачи в ситуации, когда у пациента образуются тромбы, особенно если этот тромб образовался где-то в сосуде головного мозга, произошел инсульт. Надо этот тромб срочно рассосать, потому что иначе какая-то часть головного мозга отомрет и уже не обратит. Уже ничего нельзя будет исправить. Нет никакой регенерации, которая бы восстановила поврежденную область мозга. Ну, похожая ситуация наблюдается в сердце при инфаркте, когда тромб закупоривает какой-нибудь сосуд, снабжающий сердце кровью. Если его быстро не разрушить, не восстановить, то у нас какая-то часть сердечной мышцы отомрет. Но сердечная мышца может регенерировать, и люди после инфаркта, спустя годы неплохо восстанавливаются, но все равно последствия образующиеся рубцы и повреждения нарушают работу сердца, и это все равно плохо. И поэтому существует терапия с помощью ТПА, который вводит пациенту, вводит его непрерывно, с постоянной скоростью, почему? Потому что ТПА довольно быстро сам инактивируется. И вот у одного и таких пациентов мы наблюдали следующую картину. Когда у этого пациента взяли кровь. В процессе, когда ему должны были делать процедуру лечения введением ТПА. До введения ТПА мы взяли эту кровь и добавили в эту кровь инвидер в экспериментальной установке, вот как это показано в верхнем ряду А, добавили активатор на этой самой поверхности и ТПА, который вызвал то, что мы и до этого раньше хорошо наблюдали, что образовался тромб, этот тромб начал разрушаться из того места, где он образовался, то есть связь между зоной повреждения или зоной активации свертывания и самим тромбом нарушилась, тромб оторвался от этого места, а это очень опасная штука, если в организме такое происходит, то такой тромб оторвется до того, как будет полностью визирован и может застрять в каком-нибудь сосуде, и вместо того, чтобы вылечить пациента от тромбозов, он приведет наоборот к очень тяжелым тромбозам в таких жизненно опасных органах в голове, в сердце, в легких, в почках, где угодно. Так вот, пациент, у которого проводилось лечение ТПА, которому вводился ТПА в концентрации я, по-моему, перепутал. Я сказал, что экспериментальная ситуация показана в ряду А, но это ошибка. В ряду А показано, как себя ведет кровь пациента, который находился на терапии ТПА. Ему вводили ТПА со скоростью 0,03 мг на килограмм веса в час. И вот в процессе этого лечения мы взяли у пациента кровь и увидели, что в этой крови образующиеся тромбы отрезаются от подложки, и могут улетать кровоток. Мы проделали то же самое с кровью этого же пациента до терапии, до того, как ему стали вводить ТПА, и увидели то же самое, очень похожую картинку, которая показана на рисунке П. вы видите, что картинки практически неотличимы, поэтому я и перепутал их. Но суть-то очень плохая, потому что эта штука показывает опасность такой терапии. Эта терапия приводит к разрушению сгустков, что и является целью лечения. И это замечательно и здорово. Но если в организме постоянно находится высокая концентрация ТПА, то процесс образования новых тромбов будет идти по схеме, которая показана здесь на рисунке А. То есть будет образовываться тромб, и этот тромб будет подъедаться в том месте, где он начал образовываться. То есть вместо твердой связи с подложкой, с поврежденным местом, где тромб должен находиться, он будет отрезаться и еще не полностью растворенный улетать в кровоту. И у этого пациента, которого именно конкретно этого пациента, которого мы обследовали, это и произошло. Через сутки после этой терапии у него произошел инфарм. И тромб попал в сердце. У него и так была склонность к тромбообразованию, но по-видимому к этому еще добавилось то, что образующиеся новые тромбы в этой ситуации оказывались плохо связаны с местом, где они должны находиться и могли отрываться. Поэтому сложность вот этой системы свертывания крови, которую мы с вами так долго подробно разбирали, она заключается в том, что эта система балансирует во всех своих процессах она балансирует между кипер и гипо. Она может либо перерабатывать, то есть делать лишнее, образовывать тромбы, например, тогда, когда не надо, или наоборот, растворять тромбы раньше времени, когда не надо. И наоборот, она может находиться в состоянии подавленном, когда тромбы не образуются и идет мощнейшее кровотечение, или когда тромбы не лидируются из-за того, что нарушена система фибринолиза, нарушены какие-то соотношения между процессами. Ну, и последнее, что нужно сказать про фибринолиз, это то, что проблема лечения тромбозов с помощью фибринолиза, она оказалась гораздо более трудной, чем людям хотелось. Потому что, казалось бы, ну, вот есть у нас в руках лекарство ТПИ или урокиназа, препарат, который прекрасно растворяет тромбы, мы введем его к пациенту, и у пациента все лишние тромбы, которые там образовались, растворятся. Ну, есть риск, что при этом образующиеся новые тромбы не будут образовываться или будут очень быстро растворяться. И может произойти то, что произошло вот в этом случае, а может быть и просто будет кровотечение в каких-то местах от этой терапии. это пол-дела, а вторая половина дела связана с тем, что если тромб образовался в каком-то сосуде, то в этот сосуд затруднено поступление крови. Если сосуд закрылся полностью, это вот примеры, которые очень ярко проявляются в виде болезней инсультов и инфарктов. этот тромб, который чаще всего образовался не здесь, а где-то в другом месте образовался, оторвался, не успел лизировать и застрял в сосуде головного мозга. И он полностью перекрыл этот сосуд. Вместо нормального тромба, который закрывает только часть сосуда и не перекрывает кровоток, он полностью закрыл кровоток. Кровь туда не поступает. Ткани, которые снабжались этим сосудом, начинают гибнуть, врач вводит пациенту в кровь ТПА или урокиназу и не достигает нужного эффекта, потому что препаратов в крови полно, он разрушает тромбы там, где надо и не надо, но он не может разрушить тромб, который закрыл сосуд. Он туда просто не попадает. Нету способа доставить туда лекарство. И оно оказывается малоэффективным. Больше того, уже даже как бы медицинская практика показала, что вот эту фибринолитическую терапию можно использовать очень недолго. То есть на самых первых стадиях, в течение двух-трех часов еще можно рассчитывать на то, что эта система сможет как-то сработать. Тромбы еще не перешли в очень твердое плотное состояние, не закрыли полностью кровоток и еще эти самые фибринолитические препараты могут добраться до места. А спустя три часа уже бессмысленно делать эту терапию. Правда, сегодня появилась некоторая новая схема, очень такая микрососудистая хирургия, когда вводится катетер прямо под наблюдением в рентгене, когда в кровь вводят контраст и видят, где кровь течет, где кровь не течет, смотрят, где находится тромб, куда кровь не попадает, подводят прямо к этому тромбу катетер и через катетер начинают вливать тканевой фактор, не тканевой фактор, а активатор плазминогена или урокиназу прямо непосредственно на тромб и тем самым пытаются локально растворить этот тромб зачастую с хорошим эффектом. Если это делать быстро и точно, то тромб удается растворить и это сразу резко уменьшает последствия такого тромбоза и гибель клеток в области снабжаемой этим препаратом. И в общем-то сложность этой системы показывает с одной стороны насколько сложная система создает организм для решения таких нетривиальных задач, как остановка кровотечения, при том, что параметры кровотока так сильно варьируют, размеры сосудов варьируют от трех микрометров почти что сантиметров до как бы десяти тысяч микрометров скорости течения и сдвиговые потоки, сдвиговые градиенты скоростей, которые существуют в кровеносной системе, тоже отличаются на несколько тысяч, в несколько тысяч раз на порядке. И вот для того, чтобы в этой системе быстро останавливать кровотечение и в то же время не перекрывать сильно сосуды и не нарушать работу организма в результате неправильного тромбообразования, природе пришлось создать такую сложную многоступенчатую из многих элементов состоящую систему, которая умеет быстро останавливать кровь и быстро ее наоборот убирать эту остановку. При этом, как выяснилось, природа использует некоторые устройства, некоторые идеи, об организации структур, которые нужны для решения этой задачи, которые нам до сих пор вообще были неизвестны. И по всей видимости, механизмы похожи на те, которые работают в формировании тромбов, в формировании структур останавливающих кровотечения, работают и в других ситуациях, там, где идет формирование ткани, там, где идет образование новых органов в процессе развития зародыша, или идет регенерация ткани в каких-то местах нашего организма. И вот эта штука показывает, что то, о чем я говорил в самом начале своих лекций, о том, что процессы деления и дифференцировки клеток, особенно процессы образования структур, то есть морфогенез, формирования органов и тканей, это совершенно до сих пор плохо понятная загадочная область, которая, вообще говоря, человечество обещает фантастическое будущее. Если мы сможем понять в полной мере идеологию, механизмы того, как работают процессы формирования структур идеологии, мы сможем научиться их воспроизводить технически, как это было со многими другими процессами, которые человечество поставило себе на службу. Сначала обнаружили, что лапка лягушки сокращается в ответ на какие-то контакты двух разных металлов, а потом это в результате привело к открытию электрического тока и к возникновению электричества, полностью изменившее весь мир, все человечество. И эти же примеры можно продолжать долго, эволюционировать. Но вот этот твердый орешек, который до сих пор человечеству не дается, это дифференцировка и образование новых структур. Ну, вот мы работаем над тем, чтобы как можно больше про эти все механизмы понять, а там, глядишь, появятся мобильные телефоны или компьютеры, которые будут саморазмножаться и делать себе подобное и эволюционировать. понятное дело, что тогда человечество отправится на пенсию, но это уже из области футурологии и фантастических романов. Спасибо за внимание, на сегодня все. И на этом заканчивается раздел, посвященный свертыванию крови. Следующая лекция будет уже посвящена новому, последнему разделу в нашем курсе. процесс тому, как клетки делятся. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok